Здравствуйте, друзья мои! Я сейчас в прямом эфире и не одна. На данный момент, прямо сейчас и здесь просто сенсация. Знаете почему? Потому что я сейчас в эфире с невероятной легендарной личностью Ириной Аронец, которая является, ну на самом деле это очень хрупкая женщина, но её дух, это дух невероятной силы, который просто охватил весь мир. На самом деле это не просто слова, а это факт, потому что это женщина, которая аплодирует в любой стране мира, огромные залы и аплодирует, ну знаете, ни за что аплодировать не будут, согласитесь. Если аплодируют, значит за что-то. А за что? Потому что круизный отдых это самый элитный отдых во всём мире. И эта женщина смогла повлиять на сферу распространения этого отдыха как никто другой. Нет ни одного человека в мире, который бы настолько сильно оказал влияние на то, чтобы люди полюбили на самом деле этот отдых. Конечно же, ну, есть люди, которые каждый в своём проценте в какой-то доле влияния оказал, да, воздействие, но на столько людей, как это сделала Ирина Аронец, не оказал влияния никто. И я хочу сейчас просто дать слово ей, потому что никто не знает больше и никто не знает лучше эту сферу, чтобы сказать об этом на самом деле красиво и на самом деле так, как оно есть. Ирина, скажите, ну вообще, что в вашем понимании круизный отдых, преимущества круизного отдыха? В чём вы увидели изюминку круизного клуба? Почему вы так ухватили за эту идею, что вы смогли просто масштабировать это на весь мир? Ну, Катюша, спасибо тебе огромное. Я очень рада приветствовать всех наших зрителей, слушателей разных эфиров, Facebook, эфира, Instagram, эфира вообще всего интернета, YouTube. Я тоже очень люблю общаться в эфирах и рассказывать о нашем вот этом клубе, InCruises, который вы видите, да, международный круизный клуб, о котором я ровно 5 лет назад встретила информацию о нём на моём e-mail. Об этом я уже много рассказывала историкам, будет интересно, можете послушать, посмотрите на это видео. Но сегодня, вот сейчас, в этот день, мы находимся с Катей Андреевой в Турции, в Анталии. За 5-летие. Мы здесь торжественно отмечали уже 5-летие этой компании. И вот вчера, именно 16 января, состоялось 5-летие, 5 лет со дня рождения InCruises. Вот, а я зашла в этот клуб 5 лет назад, и была первая русскоязычная, абсолютно партнёр, русскоязычная, украиноязычная, вот из наших сварянских стран, стран СНГ, и никого больше здесь не было. И было вообще всего 11-12 человек американцев. Ирина, ну это на самом деле удивительно. Вот вы сейчас говорите, что вы зашли 5 лет назад, и никого не было. А я знаю, что сейчас 180 тысяч людей по всему миру. Это просто фантастика. Нет, уже только в моей команде сейчас. Вот я тогда начинала абсолютно одна, без никого, и даже без спонсора, потому что получила просто информацию на e-mail от рассылщика о том, что в интернете вышла на простор интернета новая компания, и это международный круизный клуб, и спонсора не было. Ещё и не на русском языке. Ещё и не на русском языке, на английском, да. Вот, и почему я, конечно, заинтересовалась, и ничего меня не остановило, потому что у меня уже был опыт путешествий, опыт, наработанный в туризме. Я в Греции работала в яхтенном туризме брокером, много лет и путешествовала на яхтах. Об этом тоже есть много моих видеорассказов. И, конечно, я обожала этот вид отдыха, и знала, что круизный лайнер – это ещё лучшее. Об этом я с этим видом круизных путешествий морских я познакомилась на острове святерине в Греции, когда их увидела огромные красавцы. Ну, также очень многие американцы, которые были со мной в путешествиях на яхтах по Греческим островам, они рассказывали, что они только таким видом отдыха отдыхают уже много лет. Обязательно минимум один-два раза в год они все отправляются путешествовать только на больших лайнерах или на яхтах. Почему? Потому что они обожают комфорт. Для них главное – это комфорт, и как можно в более короткий срок увидеть как можно больше, понимаете? То есть экономия времени, экономия средств. Даже если это дорого, для них это не было, конечно, проблемой. Проблемой это больше было для наших людей, для людей русскоязычных стран, потому что круизы всегда считались дорогим видом отдыха, элитным. Вот, и очень мало людей путешествовало. Но мне повезло, я прикоснулась к этой круизной сфере очень близко. Вот, я влюбилась в нее еще в те времена, и я тогда еще загадала такую мечту, желание, что я буду путешествовать, я хочу обязательно увидеть весь мир, и я это сделаю, да, когда стану посвободнее, да, когда заработаю много денег, стану посвободнее. Но потом я начала работать в интернете уже много лет, и, видимо, мне воли судьбы, у нас компания судьбы, как говорили, само руководство. Я не знаю, какой воли, потому что, наверное, в этот вид отдыха влюбились не только вы, не только вы, я так думаю, но вчера Майкл выходил к нам здесь на конференции в прямой эфир, и он говорит, когда они начали развивать с руководителями компании Инкрусис, на русском пространстве, на русскоязычном еще никого не было, и потом кто-то из его руководителей или помощников начал сообщать Майклу, что Ирина, ну, женщина, какая-то женщина, или сам Майкл, какая-то женщина из Украины, которую зовут Ирина Аронец, она кидает, закидывает нас видеороликами своими с переводом на русский язык и просит одобрить ее презентацией. Это же надо так влюбиться, чтобы так настойчиво, вот просто сфокусировано двигать эту идею и просто дойти до руководства, взять лидерство и распространить по всему миру. Это просто нонсенс. Да, ну вот я немножечко сейчас заострю внимание на этом моменте, как это случилось. После того, как я получила этот имейл от Рассышка о том, что вышла новая компания, а я в то время уже имела 12 лет опыта в интернете, я развивала разные компании, строила команды, я переводила несколько других американских компаний на русский язык и строила русскоязычные команды. Мне это нравилось, я работала просто как волонтерский, то есть начиная так строить свой бизнес. Меня никто не нанимал для этого специально, я даже не знала совершенно английский язык, но я знала достаточно для того, чтобы просто сделать свои презентации на русском, объяснить. И было очень хорошее понимание маркетингов разных, сравнения и именно понимание того, какой продукт востребованный всем миром. Вот именно здесь я это знала, что пусть даже наши люди еще не были в круизах, да, будет сложность как бы их к этому приобщить вначале, но если это грамотно подать, если это правильно раскручивать, то они обязательно захотят, они обязательно облюбятся, потому что людям, ну, всем нравится что-то прекрасное, все хотят увидеть мир, все любят путешествовать, проблема только с деньгами, могут позволить себе или нет. И когда я начала изучать эту информацию на сайте, когда получила email, я увидела, вот чем меня привлек Инкруиз, что здесь именно было уникальное предложение, то есть компания была создана в таком виде, чтобы простые доступные люди смогли путешествовать в дорогих элитных круизах, причем экономя свои деньги. Вот я посмотрела, что предлагают, возможность путешествовать даже бесплатно, учитывая то, что эта компания не туристическое агентство, а это первый в мире международный клуб, который объединяет людей, предлагает членскую подписку, то есть оплата членства, круизного членства в виде накоплений. Человек оплачет подписку месячную, да, за то, что он вступил в клуб как член клуба, как обычно мы в фитнес-клубе или еще куда-то, да, оплачивая ежемесячную подписку, и за это его клуб благодарит, вознаграждает, удваивает его деньги, то есть, например, у нас 100 долларов в ход членства в месяц на круизы, и доступ к 5000 круизов сразу в базу открывается, и плюс клуб еще своих 100 добавляет, и у вас уже 200 круизных долларов на будущий круиз, круиз, который вы сами себе хотите выбрать из 5000 на сайте круиз. Потрясающая модель, сделала себе, и еще, что вы накапливаете, то есть, это накопительная программа из месяца в месяц, позволяет вам постепенно накапливать. Вот это все я увидела. Ну, а самое главное, что компенсационный план, вот, я была экспертом уже в разной компенсационной плане на то время, и, естественно, меня в первую очередь интересовало то, что здесь можно еще путешествовать бесплатно легко, пригласив всего 5 человек. Для меня была легкая задача, но за этих людей еще платили деньги, и за людей их людей, вот, и, ну, как нельзя, и плюс, вы можете иметь это как готовый бизнес. Все, вот я сказала себе, что нужно делиться этой информацией, и поставила перед своей задачей срочно делать видеопрезентации, рассказать о клубе, что есть такой клуб, рассказать о членстве, о партнерстве, о той возможности, которую дает, и начала создавать свои видеоролики, выставлять их на YouTube. И вот постепенно приходили ко мне люди, сначала наши русскоязычные, те, которые были когда-то в круизе, на самом деле в то время, 5 лет назад, были считанные люди на пальцах узскоязычными, да, которые когда-нибудь попробовали круиз, но и с них вот и началась наша команда, а потом начали уже приходить такие люди, которые не были, но увидев, что действительно мы поехали в первый круиз, там во второй, и привозили оттуда наши видеоотзывы, реальные видеоотзывы. Мы уже действительно отправились нас 12 первых человек, у бесплатный круиз, мы уже зарабатываем за них деньги, за этих людей, мы выходим даже на директорский статус и получаем пассивный доход. Вот пассивный доход, вот то зерно, которое я очень любила в интернете, и почему я здесь начала работать, и заострилась, ну, со своим вниманием, и сказала, что лучшая возможность, чем работать в сетевом маркетинге, но самым лучшим продуктом или услугой, которые хотят все, и с лучшей бизнес-моделью, это просто действительно сказка, но вот такая фантастическая, но реальная в нашем клубе. И с тех пор, вот вам результат, вот такой красивый, мне вручили на пятилетие вымпел, да, за апгрейд такого бизнеса. Это, наверное, единственный, да, вымпел такой? Да, мне, да, единственный. Потому что вам же что-то единственного человека? Конечно. У нас много людей награждали за ранги, за высокие зарплаты, то, что Ирина говорила, пассивный доход, ну, на простом языке для вас сказать за ежемесячные высокие пассивные доходы, но сказать на языке компании за достигнутые ранги. Вот. А у Ирины единственный ранг, уровень, статус, так скажем, потому что она единственный человек, кто принесла это всё на русскоязычную вообще диаспору. Я уже не говорю, сколько людей, иностранцев, переводили её трансляции, прямые эфиры, материалы там и смотрели, да, собирают уже по крупицам всё, что можно из интернета. Ну, сейчас это уже, конечно, и не крупицы, да? Когда вы начинали, это были крупицы, потому что это были первые презентации, а сейчас уже много материала. Да, сейчас у нас мощная видеобиблиотека, различного обучающего материала на русском языке, в том числе и в кабинете, а потом я работала уже переводчиком самой компании, меня взяли, я переводила официально сайт наш, инкрузис, компания на русский язык для русскоязычных партнёров, все маркетинговые видео и очень много обучающего материала. И на данный момент вот мы с Катенькой отвалимся, но на самом деле это стоит того, потому что спустя 5 лет в моей команде сейчас уже 100 тысяч партнёров русскоязычных из 180 стран мира. Это просто рекорд, я считаю. Вот, это потрясающий рекорд. Да. И всех этих людей мы большинство нашли вот так через Facebook, через Instagram, через соцсети. Наши люди, очень многие люди наши разъехались, мигрировали, также какие-то в Ресы, кто-то в другие страны, и мы их просто через Facebook, через Instagram рассказывали, показывали видео, привлекли Клубин Крузис. Понимаете, сейчас у нас уже, кроме того, что 100 тысяч людей, ещё и 5 миллионеров, которые пошли с нуля в Клубин Крузис и достигли этого уровня. Вот, и некоторые уже и 3 миллиона заработали, да, учитывая, что они раньше этот миллион начали получать. Ну, согласно нашим маркетинг-плану, у нас уже где-то 100 человек, человек 20, которые получают 6-ти значений, то есть свыше 50 тысяч долларов в месяц, это я говорю, в месяц. Но даже есть и кто получает свыше 100 тысяч долларов в месяц? Ну, это наши миллионеры, которые в год имеют, да. Клубин Крузис, это уже свыше миллион. Спасибо, друзья, это всё реально. Конечно. Есть сотни тысяч людей, которые зарабатывают от 500 долларов в месяц, да, начиная с первого ранга маркетинга-директора, до 2 тысяч, до 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, 7 тысяч долларов в месяц. И все они путешествуют бесплатно. Потому что, как минимум, они имеют точно 5 личных приглашенных под собой в клуб. И эти 5 личников их, вот, Катенька, она не моя личница, но она у меня во второй линии. А я, кстати, у вас вторая линия, да, недалеко. Да, да, да. Но её спонсор Людмила Калюшко, мы ей тоже пламенный предмет передаём, очень её любим, она у нас супер, вообще суперстар, просто она не смогла сейчас приехать в Турцию, но она там строит команду классную, и вообще очень люблю вашу команду, и этот венпел тоже благодаря вам заслужит, поэтому он и ваш. Спасибо. И я буду очень рада, когда и вы все тоже будете на самых высоких рамках, это так и будет. Потому что уже у вас идёт очень интенсивная работа, и многие из вас были в круизах, правильно? Катюша, ты сколько раз была в круизах от инкруиза? Я была в трёх круизах, сама лично. Из них в одном круизе также брала свою сестру, и в одном из моих круизов ещё брала своего племянника. То есть у меня получается пять купленных круизов, два круиза, которые отменили в начале пандемии, потому что тогда, когда всё началось, лайнеры на какой-то недолгий срок остановились. Сейчас уже по Европе и Австралии, ещё куда-то уже ходят лайнеры. Естественно, что всё восстанавливается постепенно, но уже запущены возобновленные маршруты некоторые. И сейчас я забронировала следующий круиз из Стамбула по греческим островам и, конечно, порт Венеция. Это будет на май месяц, и вот я в предвкушении. Сейчас на пятилетии международного круизного клуба мы находимся здесь, в Турции, в Анталии, но я уже в предвкушении моего следующего круиза. Да, у нас люди, кстати, заражены только круизным вирусом. Наши члены клуба и партнёры. Вот. И они не болеют, и они только всё время мечтают поехать в следующий круиз. Как только возвращаются с какого-то круиза снова готовят чемодан в следующий. Некоторые говорят даже, что я не хочу разбирать. Да, мне тоже, например, я люблю собирать чемодан, не люблю разбирать. Если мне надо было ещё гладить и стирать, то можно было бы с тем же чемоданом круиза-пруиз. Но у нас самое всё лучшее впереди, поэтому действительно доказательство того, что у нас клуб реально работает. И представьте себе даже самое интересное, что во время пандемии. Понимаете? Вот чем мы очень гордимся, что уже скоро практически год, когда карантин, и многие люди не работали, и некоторые даже до сих пор не работают, или вообще обанкротились многие фирмы, компании закрылись, и очень большое количество туристических агентств закрылось. Почти 70% уже закрытых туристических агентств ещё закроются, потому что они просто обанкротились. И не смогли людям выплатить по обязательствам, люди, которые бронировали свои какие-то туры до пандемии, и в долгах, помимо того, что закрываются ещё и в долгах. А вот круизный клуб, допустим, если я сказала, что мне отменили два круиза, то просто моментально, как только круизные линии приняли решение об отменении круизов, и решение было передано тоже руководством международного круизного клуба нашего, сразу же деньги вернулись назад, без единого минуса ни одной копеечки. Да, там всё очень чётко работает. И причём я не одна, а на сотни или тысячи, наверное, кто бронировал, не ожидали, никто эту пандемию не ожидал. Абсолютно всем это не один месяц продолжалось, потому что круизы забронированы на разное время у всех. Круизные линии, ну просто это миллиардный бизнес на самом высоком уровне. Я не знаю вообще, каким бы образом мы могли попасть в эту нишу, в эту сферу, если бы не круизный клуб. Это просто нереально даже мечтать, мыслить и придумать себе, а мы находимся в такой нише. Это так и есть, поэтому я так уцепилась за этот бизнес и начала его развивать, потому что я знала, что туда проникнуть практически невозможно так просто, да, чтобы как-то продавать эти круизы и зарабатывать, например, так, как делали турагентства, но им нужно было как минимум иметь обязательно все лицензии нужные, да, для проникновения на международный рынок круизный. Там огромная конкуренция, им нужно иметь сертификат от круизной международной круизной ассоциации Крио. Это стоит тоже очень больших денег, от 15 тысяч долларов до 45 тысяч долларов там ежегодно, плюс проверки. И то им дают не всю базу, как нам 5 тысяч, у них есть там, ну максимум, может, до 10 круизов, которые дают там скидки для клиентов. И вообще это не то, они продают круизы, зарабатывают проценты и все, и дальше снова нужно продавать бесконечно искать клиентов. Вот. А у нас настолько легкая модель, что нам не нужно даже продавать эти круизы. Понимаете? Понимаете, почему идут? Да, это не нужно. Потому что не нужно. Мы просто рассказываем, что есть такая классная магазина в членском клубе. Когда вы регистрируетесь, вы попадаете сразу на сайт, и вам открывается вся база круиза, вы видите все эти круизы наперед. У нас наперед на 2 года, на каждый месяц расписаны все круизы, их маршруты, их цены, и вы можете бронировать, когда хотите, какой хотите. Или же вы можете накапливать себе постепенно на тот круиз, который вы хотите, и вас вы видите прямо внутри в кабинете виртуальном, но это реально все, сколько денег вы уже накупили себе на следующий круиз. Или сколько денег вы заработали за приглашенных людей, и эти деньги вы вводите на реальные карты, которые банковские нам присылают американские компании, и мы вводим в другой стране. Мы украинцы, допустим, я украинца, украинца, украинка. И мы даже выводим не на украинские карты, мы выводим на карты американской платежной системы. Кто хочет и на украинские, можно и на украинские. Но у нас еще же есть и своя карта, да? У нас три свои карты. И сейчас, в следующий месяц, вводится новая шикарнейшая платежная система Ocean Wallet. Представьте, друзья, у нас вводится своя платежная система. Представьте, это не просто будет платежная система Ocean Wallet & Cruises, это будет бомба. А у нас все бомба, по-моему. Я, находясь здесь, просто не перестаю получать восхищение, удивление и откровение. Сама нахожусь здесь. Такое впечатление, что мне кто-то рассказывает и меня мотивирует постоянно. Потому что я вау, вау, вау. Да, сильно так, потому что занимаются умные люди этой компанией. И они всегда используют новые технологии, внедряют и хотят постоянного развития. Почему? Потому что им повезло. Не то, что повезло. Для этого проводилась специальная работа. они налаживали связи. Им удалось, вернее даже, я бы так сказала, проникнуть в эту сферу, где огромнейшая конкуренция. Произная индустрия – это огромный рынок, который вот даже в 2019 году дал 134 тысячи миллиардов долларов оборота. Представляете себе? Вот с каждым годом все больше и больше пассажиров. То есть вот в 2019 году было 30 миллионов пассажиров. 10 лет назад их было 7 миллионов. С каждым годом на 2-2 миллиона увеличилось количество пассажиров в маршрутах, да? А между прочим... Почему я сейчас забыл, закончу, что почему я в 2019 сказала? Потому что в 2020 году у нас уже пандемия и статистика уже, конечно, нет статистики. Маршрутов этих круизов не было сейчас в этом году, да? Это как бы минус. Многие могут сказать сейчас, наши слушатели, о чем вы говорите, о каких круизах, если вот пандемия, вообще никто никуда не мог ездить. И мы удивляемся, как вы там сейчас в Турции сидите. Мне кто-то написал уже в фейсбуке видео мое фото. Ирина, ты мне подтверди, ты сейчас в Турции или мне там просто пишешь? Мне тоже писали. Сейчас я еще не закончила, потому что меня уже понесло, но я должна это сказать. Мне важно очень. Да, это важная мысль. что мы разрываем все границы. Понимаете? Вот пандемия. 8 месяцев или там 10 месяцев или год. Да, нет круизов. Да, круизы то есть, то их отменяют в связи с тем, что вирус еще не приостановили и процесс как бы еще проходит. А людей надо, люди, чтобы в первую очередь это безопасность и здоровье, да? И контроль. Именно на лайнерах все под очень жестким контролем. Стерилизация настолько высокого уровня, что я нигде в мире больше нигде такого не видела. И они моментально приспосабливались даже к этому. Но, чтобы как бы не подвергать риску какому-то лишнему даже одного человека, все три вот произновения проходят сейчас определенный этап переподготовки. Поэтому круизы отодвинули. Сейчас нет у нас их. Может там какой-то один месяц, два. Компания Месси, которая как бы продвинутая более и успевает быстрее подготовиться. Просто или... Ну, в общем, готовьтесь к весне ехать. Круизы не раньше, да? Не раньше. Или может даже чуть позже. Но это нас не страшит. И почему мы не остановились? Потому что именно вот эта модель членства, позволяющая за счет того, что люди себе проплачивают ежемесячно на свою накопительную программу на будущие круизы, поедут через год, через полгода, через два. Ну, это нас как бы не беспокоит особенно. Мы знаем, что мы все равно поедем. За это время мы накопим еще больше денег. Это означает, что еще большую скидку мы получим на наши круизы. Еще дешевле нам самый шикарный круиз будет в будущем. А за это время мы строим бизнес. За это время к нам приходят люди. За это время очень много людей действительно зашло в нашу команду, в наш клуб. Новые. Во время пандемии за это время люди поднялись на рамки и новый директор. За это время люди не просто сидели дома, закрытые на карантин, да, или, как кто-то у нас сказал, в тюрьму или в армию посадили, или куда-то там уже не помню, да, как говорили по-разному. Вот. И просто съедали свои нажитые раньше деньги или тратили. А за это время они обучились, они зашли в нашу компанию, они получили шикарное образование и еще, я бы сказала, просто академическое. Настолько у нас этого материала уже обучающего много. И самое главное, пригласили других людей, они зарабатывали за них деньги, даже если нет круиза. Компания платит. Компания платила каждый день, каждый день, каждый день. Причем огромные деньги. Да, причем, да, деньги у нас всегда очень классные. Доход очень высокий, у нас 5 бонусов, еще дополнительные акции, дополнительные комошены проводились для самых активных. И у нас все с деньгами, вот сейчас в это время. Плюс мы предоставляем возможность зарабатывать деньги из дома, работать через компьютер, через телефон, что тоже очень актуально было сейчас и есть во время пандемии. Очень многие люди потеряли работу, а работать у нас вот здесь намного легче. Вот как, вот это, вот сейчас мы очень работаем, кстати. Вот так выглядит наша работа. Это наша работа. Презентация, рассказы, разговоры, общения. Понимаете, вот почему мы смогли сейчас в Турцию приехать. 800 человек сюда приехало, несмотря на пандемию. Понимаете, и все, все просто здесь с восторгом кричали «Ура!», торжествовали! И обучение у нас было, и награждение у нас было, и концертная шикарная программа, и директорский бал, и даже начиная с празднования Старого Нового Года. И вы там все сможете увидеть, и мы это выставляем, и будем еще выставлять по соцсетям. И поэтому у нас самая прекрасная компания, у нас самый прекрасный бизнес-клуб, у нас самый прекрасный, ну, путешественник, который просто открывает все границы мира, и, ну, не прийти сюда, вы себя делаете более бедным. Вот, рассмотрите нашу информацию, это шикарная возможность, и очень легкая возможность и зарабатывать деньги, не выходя из дома, или из любой точки мира. Мы здесь, в Турции, продолжаем работать, она продолжает платить деньги. Мы поедем завтра куда-то в другую страну, мы оттуда тоже продолжаем работать, или наша команда продолжает работать, понимаете? Вот, по разным странам, по-разному сейчас наши работают. Кто-то у нас в Египте, казахстанская команда, праздновала пятилетие. В Санкт-Петербурге вчера Россия праздновала, там огромная команда тоже. Это все наши. В онлайне проводились все большие мероприятия, в виртуальные сейчас мы тоже проводим. Компания самоприветствовала. Ну, люди добрые. Мы можем говорить бесконечно. Бесконечно. Вот, нам не жалко, нам нравится, но кто получать будут вот такие награды, и миллионы, и видеть весь мир, это уже вопрос. Только мы и вы вместе с нами. А меня вот еще восхищает, что здесь абсолютно разные люди, разные люди находят реализацию своих желаний, мечт, решение своих проблем. Потому что вот общаясь, да, когда приезжаешь на события, где много людей из разных стран, они являются партнерами, членами международного клуба нашего, да, круизного, то смотришь, есть люди статусные, и судьи, и там представители разных министерств, и бизнесмены, и учителя, и, ну, всевозможные юристы, какие угодно профессии, да. Такие люди, как бы уже вроде бы состоявшиеся, да, а есть люди, вот, которые были в каких-то долгах, были в серьезных проблемах, да, там банки штормили, и вообще очень все было серьезно, и сложно, и трудно, и совершенно не важно, какие у вас сегодня обстоятельства, совершенно не важно, какие у вас проблемы или достижения, все равно в любом случае, где бы ни был человек, ему всегда хочется лучше. В общем, вот так устроен человек, что ему хочется стремиться к чему-то лучшему, более светлому, яркому, и получать удовольствие, однозначно, вот. И я вот обнаружила, увидела просто по факту, что здесь абсолютно разного, разной социальной профослойки люди находят место, и все с горячими глазами, потому что все решили свои вопросы, так, как они хотели, так, как они желали, жаждали, и все нашли свое место, независимо у кого какие были цели и желания, и стремления. Вот это вот удивительно очень. Да, потому что сам бизнес универсален, я, почему, это еще одна, как бы, моя причина, почему я действительно ухватилась, потому что здесь, вот я рисовала это солнышко, да, инкруз, есть у меня там на видео, на слайде, на моем тренинге, который называется «Ваша перспектива в инкруз» или «Ваша будущая инкруз», вот там я показываю, сколько по этому солнышку есть именно этих желаний исполняет инкруз. То есть здесь вы что получаете? Ваши путешествия, дальше, вашу финансовую свободу, вашу работу, ваш успех, горовое признание, ну что тут же, личностный рост, очень много всего. Эмоции, настроение, состояние внутреннее колоссально меняется. Ваши способности, у нас сейчас такие талантливые люди, окружение, креативы, оперные певцы, уже здесь перед нами наши партнеры выступали. Танцоры, виртуозы, да, перед нами выступали наши партнеры, ведущие высокого уровня шоу-программ из телевидения наши партнеры, ведущие телеканалов наши партнеры, депутаты наши партнеры. Сразу странно, заметьте. Саксофон России, который исполнял только для Путина и Берлускони, наш партнер. Тимур, кстати, которого вы слышали на мероприятии, Тимур Абитов, Ирина пригласила его на мероприятие, мы с ним общались, сидели за одним столиком. Он, золотой сексофон России, который исполнял произведение для Путина и для кого вы еще говорите? Для Рускони. И для Берлускони. Он мне показывал фотографии, должен скинуть. Представляете? Да, это был мой подарок для всех русскоречных партнеров. Но это то, что просто сейчас нам приходит на ум. На самом деле, если перечислять именитость знаменитых людей, которые заходят в клуб, это, не знаю, надо записывать, потому что так вот с памяти не перечислишь. Это руководители фэшн различных выставок тоже уже с нами. И тоже наши партнеры, им настолько понравилось, что они сейчас, у них такое предложение, вот сделать просто бренд Грузис в мире красоты. У нас только красивые девушки, у нас такие шикарные девушки, они здесь просто расцветают. А вот эти фэшн студии, они посмотрели, что вот этот материал просто, да, мы можем вместе совместить. Им нравятся круизы, им нравятся путешествия, ну и, собственно, они уже такие бизнесы уже. Плюс они профессионалы в подаче. Ну и такой материал, сколько у нас тысячи девушек, которым можно шить новые платья, и мы выбрали мисс Инкрузес. Вот сейчас по Украине планируем, потом вообще по разным странам. И вообще, мы очень много идей, я вот хочу тоже сделать, своего рода, театр Инкрузес, в котором буду вот выискивать наши таланты-паттнеров. А вот мы ищем таланты, и будем прямо вот делать и мероприятия с шикарным выступлением, поэтому сюда призывают нам присоединиться и различных людей, которые имеют отношение к виду искусств, да, к какому виду жанру. Если вам это нравится, встретите. Здесь вы можете как раз себя выразить очень легко, потому что у нас непринужденная обстановка, потому что у нас люди со всех стран мира. И это я только вам рассказывала о русскоязычной команде, которая у нас туда, 100 тысяч людей из 180 стран. Но на самом деле у нас международная еще есть команда, короче, американская команда, она работает по всему миру. И мы часто ездим в круизы совместные или на различные форумы, эти, как они у нас, конвенции называются, саммиты, были в прошлом году, 2 месяца в этом. Куда съезжаются топ-лигеры из разных международных команд, понимаете, испанская, американская, итальянская, там еще других. И мы встречаемся, вот, и мы обмениваемся, и у них тоже из разных стран люди национальности. И это настолько интересно. И вот люди мира искусства, да, у вас есть возможность себя просто сбрендировать уже по всему миру через наш клуб таким вот образом, понимаете. Такое шикарное предложение, что я просто вам очень рекомендую рассмотреть, и мы вас просто понесем потоком, мы сами рекламируем вас. Там вы платите миллионы долларов где-то, или не знаю, сколько вы там долларов платите, да, чтобы сделать свою рекламу просто где-то в Украине. А у нас, мы вам бесплатно сделаем, все наши партнеры из разных стран просто разносят по своим соцсетям, и вас будет узнать весь мир, так же, как вот сейчас Тимура мы разнесли и еще разнесем. А так, в принципе, конечно, он лауреат, да, у нас есть и заслуженные скрипачи, народные артисты мира, заслуженные птицы-артисты мира, наши, СНГ, да, бывшего Советского Союза. Но они как-то были ограничены больше нашими странами, а Клубин Крузес дает возможность проявиться на весь мир. Да, и мы заинтересованы в наших чатах рекламировать вас, как мы рекламируем уже людей, которые знают свое призвание, знают свои таланты и уже состоялись в своей сфере. Мы рекламируем на весь клуб, причем их теперь узнали разные страны, уже не только Украина, да, Украина узнала шире, а разные страны вообще. Конечно, им тоже интересно, им начинают приглашать, они хотят выступить и у нас, или покажите нам это, приедьте к нам, понимаете, поэтому это для вас. А еще интересно, вот я заметила, что сегодня в столовой просто рядом сидела женщина, которая тоже зашла в круизный клуб прямо из круиза, вот. И я уже знаю ни одного такого человека у нас вообще, ну, особенно сидит здесь Ирина, она представитель руководства, я могу сказать, вот, круизного клуба. И у нас не разрешается, вот, знаете, забежал на лайнер путешествовать и давай всех там рекламировать, рекрутировать, подписывать. Нет, просто вот женщина говорит, сидели в бассейне, и, говорит, мы когда сидим в бассейне, там, купаемся, где-то развлекаемся, обычно делимся ценами. И, говорит, сидели люди, говорит, а как оказалось, они представители вашего клуба, да, и когда они сказали цену, это стоило в рублях 50 тысяч рублей, говорит. А я купила тот же самый круиз за 160 тысяч рублей, она прямо там, на лайнере, заключила контракт с нами, зашла в клуб сегодня на мероприятие, на событии, уже она путешествует бесплатно, она себе до круизного клуба могла позволить, раз она уже в круизе была. Она занимается, у нее шторы, там, вот, студия штор, и путешествовала в круизах несколько раз, но когда услышала разницу в три раза в цене, то зашла сюда, сегодня бесплатно путешествует, потому что у нас есть бесплатное членство, это тоже очень просто и несложно сделать, обратитесь, я вам расскажу так. И человек счастливый, вроде бы, казалось, она уже имела, да, все, имела деньги, имела свое дело и так далее, но услышавши один раз буквально, включилась сразу, и вот так вот у нас происходит в разных местах абсолютно, в аэропортах, там, в круизах, где угодно, мы можем общаться со знакомыми. Ну, потому что прекрасно, ну, кто хочет, может, вернее, отказаться от прекрасных возможностей, которые качественно меняют жизнь, не по рассказам, а вот визуально мы все наблюдаем за каждым человеком, который присоединяется к нашей идее и результат на лицо. Да, очень-очень важно это добавила, Катя, я еще от себя хочу добавить, кое-что тоже такое важное, я считаю, что это важно, такое послание всем нашим украинским иммигрантам, и не только украинским, почему? Потому что это, я сама прожила на себе, то есть я мигрировала в Грецию, 25 лет жила в Греции, я из Украины, из Буховины сама, вот, и я знаю, насколько там, особенно в начале, было мне сложно, да, это чужой язык, который ты не знаешь, это адаптироваться, я, кстати, перевела и на греческий язык, есть презентация в Груз, конечно, у меня и в Греции команда есть. А я не знаю, вы сказали, да, что Ирина, она переводила, изначально, когда еще ничего не было на русском языке, то автор всех русскоязычных презентаций, материалов, документов, сайтов, всего, видео, всего, 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 ну, вообще, все, что вы можете найти на русскоязычном поле, да, интернет, это все Ириныны труды, то, что было изначально, сейчас, конечно, уже подхватили Ириныны русскоязычные трансляции. Мне сейчас уже 17 языков на нашем сайте, 17. Почему? Потому что посмотрели, как это работает, вот, моя идея была, изначально, в чем, ну, перевести, почему, потому что я сказала, что надо мне работать с русскоязычным рынком, это легче, вот, допустим, чем там с англоязычным мне, да, плюс, учитывая то, что наши, наш бывший Советский Союз, это 250 миллионов человек, да, в бывшем, 15 стран, я знала, что многие разъехались по другим странам, так же, как и я, и через интернет, работать через интернет можно найти практически любого человека и воссоединить в этом кубе, и легче подписать, вот, знаете, вот такая у меня была идея, поэтому быстрее построится команда, команда, я не проиграла, я, моя стратегия, у меня было очень хорошее видение, так же, как видение перспективы компании, вот, все сошлось во мне, поэтому мне не зря послали эту информацию. Ну, и, соответственно, потом уже, где Ирина выступала вживую, тоже все, кто находились, они записывали эти презентации, тоже выкладывали, и вот так вот это все расходилось изначально, и доросло до, сколько вы говорите сейчас у нас партнеров? 100 тысяч партнеров. Это 100 тысяч партнеров в команде Ирины сегодня, и мы так же там. Там брали у меня русские презентации, переводили уже, тоже наши эмигранты, кстати, замечаю, вот, в Германии, так у нас пошла команда, в Италии, так у нас пошла команда, именно наши русские люди, которые там с Россией, с Украиной жили в этих странах, да, но им понравилось, они пришли, и уже понимая мои презентации на русских, зная местный язык, немецкий или итальянский, они начали сами переводить на эти языки, подписывать там же русскую диаспору и местных жителей, понимаете, как это начало, как цепная реакция работать, вот, и потом пошли другие страны, сейчас у нас уже вся Европа, все страны, даже, когда-то я перечисляла там, две-три страны, я сейчас даже уже не могу всех, просто, вся Европа, даже не только на Канаде, у нас вся Азия, вся Америка, Канада, вот, даже сюда приехала у нас, это, Канада, здесь есть, конечно, я у вас не шикарное фото, и она живет в Канаде, на событии здесь, в Турции, приехали люди из Канады, конечно, у нас большая команда в Канаде, вот, и меня уже туда пригласили, я с удовольствием, я еще не была в Канаде, в Канаде, в Америке уже 4 раза была, у нас там тоже большая команда, наша диаспора, в основном, да, русскоязычная, я там, в Нью-Йорке проводила тоже презентацию, много людей, которые выехали, как это, в Америку, из Украины, в том числе, вот, и они тоже в Кубин-Крузес, и они тоже с нами путешествуют, вот, и сейчас, недавно, не так давно присоединилась Канада, наша тоже, русская диаспора, вот, и они, знаете, вот, я просто знаю эту тоску, я жила в эмиграции, это, да, где-то сейчас только уже всего везде на Руссии, ну, нелегко, да, а тогда, в то время, очень мало людей было, выехавших за границу, и вот, не было, не было такого источника, как интернет, чтобы все на свете посмотреть, прочитать, и ты как дома, да, не надо, я уже потом не знаю, я уже даже не знаю, где я живу, мне уже все равно, потому что я сижу дома, карантин, не карантин, я ничего даже не заметила, все равно таким образом работала, да. А многие, кстати, наши люди не заметили, и очень спокойно пережили карантин, во-первых, люди зарабатывают деньги, люди зарабатывают деньги, просто имея телефон, как минимум, ну, и, там, может, ноутбук, компьютер, но это даже не обязательно на сегодняшний день, сегодня все в телефоне, вот, имея телефон, изоляция, не проблема, и так работали через интернет, вот, но даже не это, еще интересно то, что как путешествовали, так и продолжают многие путешествовать. Вы знаете, с каким удовольствием вырвались сюда люди, вот, что мы увидели. Еще что я хочу сказать, да, распользуюсь уже таким удобным случаем, мы, так сказать, прекрасный репортаж ведем для вас, надеюсь, вам нравится, вот, и потом разошлем и другим посмотреть, что мы, конечно, боялись, честно вам скажу, вот топ-лидеры, которые взяли на себя эту обязанность, ну, ответственность, это организовать, почему, потому что столько времени люди сидели на карантине дома, да, сболели, очень многие, ну, из наших нет, вот, слава богу, из наших партнеров мало кто сболел коронавирусом, слава богу, никто не умер, представьте себе, такой большой клуб, мы статистику ведем, знаем даже... А я думаю, позитивный настрой тоже много что сыграло. Да, даже сам президент об этом объемлял, поэтому я с уверенностью об этом говорю. Да, действительно, потому что мы, у нас позитивы, всегда включаем позитивы. Если внутри люди просто... И иммунитет очень хорошо. Да, иммунитет, закалка, и... Ну, вы представьте, такой огромный клуб, мы вот не знаем, что кто-то умер, может, где-то, но это негласно, ну, вообще, даже если где-то кто-то единиц, и, во-первых, переболели, даже очень многие и не болели, а кто и переболел, то вышли благополучно, и хотя клуб насчитывает огромное количество людей, представьте. Конечно, но просто переживали тоже, вот, мы взяли на себя ответственность провести это мероприятие, не могли не провести это 5 лет, и, конечно, мы ее онлайн-привет провели бы, но люди рвались уже, как не в круиз, так и куда-то, да, давайте. Ладно, так проводим, по-насому, да. Поэтому не остановить людей, как бы не закрывали границы, вот в чем мы убедились, понимаете, люди очень хотят уже куда-то вырваться, куда-то поехать, чтобы не делать, чем больше запретный план сладок, да, чем больше закрывают это возможности, больше люди хотят этого, вот как это работает. Это мы убедились сейчас в Турции. Мы думали, ну, не дай бог, чтобы что-то не случилось, да, вот все маски, даже сделали именные маски с логотипом Incruzis, все у нас уже есть. У нас даже маски с Incruzis, футболки у нас Incruzis, майки Incruzis, зонты Incruzis. Вот, покажу мой логотип, да, вот свой, смотрите, 5 лет. Смотрите, 5 лет, Incruzis, пятилетия. Да, сейчас я смотрю. Класс. И значок. И значок, и зонтики, и чехлы на чемодане. И чехлы на чемодане. А какие чехлы, друзья? Ну, это я сниму, потом покажу. Да, да, у нас много всего интересного. И кто сюда приехал, там, вот, это многим мы дарили, да, в качестве наград заслуженных. Вот, многие купили здесь, потому что мы сделали большее количество, чтобы люди себе, мои партнеры, приобрести по хорошим ценам и по октавым. Вот, ну, конечно, кому надо еще будет делать, у нас уже есть специальный макет для этого. И мы пропагандируем постоянно Incruzis, потому что мы уже влюблены, без него не будем жить. И он вечно у нас в мозгу, в глазах, в душах, в сердце, и мы там, у нас в других людей. И, закончивая эту мысль, хочу сказать, что все прошло очень хорошо, все прошло без каких-то проблем, без каких-то абсцессов, никто не заболел здесь, никто никому не навредил. Все улыбались, все счастливы были, все насладились этим временем, еще, конечно, не уехали. И я еще остаюсь на пару дней, на конгресс, еще на один меня пригласили. Вот, и, ну, круто, и море рядом, и люди отдохнули, и тепло, и пальмы, и классно. Люди купались, море есть. И, вы знаете, и как-то слабо, все хорошо. И поняли, что нас уже не остановить, и другие на нас посмотрели, кто не винкруст где-то там нас видел. И сказали, ух ты, да вы что, на сегодняшний день это самое большое мероприятие, по такому количеству людей, 800 человек, которые провели вообще где-то в мире, в какой-то стране, понимаете? Вот мы первые, кто провел на такое большое количество людей, на 800 человек вместе, в зале, да, в отеле, в этих 5 дней уже наши мероприятия. И это только в Турции, потому что в Египте, наверное, тоже не меньше. И никто никого не заразил, и никто не умер, и никто не заболел, даже слава богу. Ну, и надеемся, не будет никаких последствий и потом, потому что, как бы, тоже мы соблюдаем какие-то... Ну, наверное... Ну, все мы приехали проверенные, то есть мы все перед этим в обязательном порядке все проходили тест этот вот на COVID. Поэтому мы не какие-то там безбашенные, да? Нет, конечно, мы все соблюдаем правила, мы никого сюда не пропустили, кто был без специального медицинского теста. Причем даже кто хотел остановиться соседним где-то в отеле, ну, как бы, неконтролируемые моменты, мы, ну, тоже руководство компании не согласилось. То есть присутствуют в мероприятии только люди, которые поселились именно в этот отель, прошли тесты. Мы тоже не принимали, потому что у нас тут есть уже очень много партнеров в Турции, да, у нас есть многие партнеры в Турции, очень много русскоязычных, которые уже есть. И они хотели сюда из Санталии, Алании, Стамбула, вот, они хотели прийти просто на презентацию в один день, да, чтобы мы провели, прийти сюда в отель. Но мы не разрешили, почему, потому что... Сначала даже хотели до последнего, но потом... Да, так как сюда, те, которые приехали сюда из разных стран, они все были уже проверены с тестами. А те, которые просто пришли бы с улицы на презентацию, мы не знаем, в каком состоянии они, ну, находятся, да, поэтому, чтобы... Несмотря на то, что это мы заинтересованы, это наши деньги, да, если люди входят в клуб, это наши деньги. Но, ну, как бы, руководство ценит партнеров, которые уже в клубе, и, думая о безопасности и здоровье каждого из нас, в общем-то, решили не проводить. А вот Оля, Соберняк из Канады. Олечка, иди сюда. Ой, из Канады. О тебе только говорили. Вот, наш представитель из Канады, из Украины. Мы сейчас на файбуке, в своем эфире. Всем привет, привет. Скажи, Олечка, сколько ты в Инкрузе любишь, ты ли, его, и как к нему относятся в Канаде? Я вошла в Инкрузе с февраля 2019-го. Давай ближе сюда. Сразу же, в марте 2019-го, я уже поехала на мероприятие в Киев, где познакомилась со всеми лидерами. То есть почти два года, вот будет через месяц. Инкрузы с люблю всем сердцем. Уже была в двух круизах, свозила всю свою семью в круиз. В Лас-Его съездила с лидерами. Вот, это лучшее место, да, лучшее время и лучшее место, где мы только можем быть. Поняли? И ваша землячка из Украины поехала в Канаду жить, а нашла им грузы. Спасибо, спасибо большое. Привет, Канаде. Канаде улетает. Я 24-й. Ой, это еще наш представитель важный. Привет передать. Нет, девчата, мы пошли фотосессию делать. А, идите фотосессию. У нас тут все актеры, все знаменитые, уже стали все на фотосессии. Уже устали люди, потому что их не выпускают. Кто лидер, кто зашел чуть раньше, делятся опытом, эфиры бесконечно проводят. Я два часа сидела, только автографы подписывала, еще не всем подписала. Вот, такие у нас тут знаменитые дела. В общем, мы многое, чего интересно рассказали. Будем еще рассказывать. Следите за нами, следите за нашими новостями, но следите не из-за угла и не из-под тяжка, а приходите сюда к нам, вступайте в клуб, регистрируйтесь, будьте с нами. А что нужно, чтобы, давайте, может, скажем, по слову, что нужно, чтобы зарегистрироваться, ну, чтобы подключиться, чтобы тоже участвовать, чтобы, вот вы рассказываете все красиво-красиво, ну, классно, так это у вас, а я, а я, а я что? А как, где эта дверь, да? Да, давайте скажем, покажем, где дверь к нам. Покажу, где дверь. Значит, есть у нас специальный ключ, он называется партнерская ссылка члена клуба, партнера клуба Инкрутис, да, независимый партнер от клуба Инкрутис, да, и вы должны попросить эту партнерскую ссылку у этого человека, потому что так просто вы не можете вступить в клуб, только по личному приглашению того человека, который уже здесь партнером является и имеет бизнес, да, поэтому в данном случае это мы с Катей, такими представителями являемся, вы можете попросить ссылочку, ну, вот я вот вам рекомендую мою любимую Катюшу Андрееву, она эксперт, она все знает, я ей доверяю, вот, я ее ваш настоящий спонсор, поэтому вы можете к ней зарегистрироваться, и она будет с вами работать, ведет общую команду, а я уже буду вам помогать тоже со своей стороны, потому что у нас командная работа, командный бизнес, вот, и вы регистрируетесь, попадаете в кабинет, кстати, даже на бесплатной регистрации вы уже будете видеть всю базу круизной на сайте, 5 тысяч круизов сможете посмотреть, какие есть, от каких известных выездных линий самых известных в мире, что там 5 тысяч, какие цены, куда и так далее, потом открывается у вас целый блок там бесплатный, даже от президента нашего, основателя Катюшуа, Майкла Хачесуна, известнейшего оратора в мире, он поуч, оратор, спикер и селеры пишет, он издал там серию у нас видео, обучающих видео для партнеров инклюзий, для новичков в том числе, и академии видевства и селая, и туда тоже есть бесплатный доступ, даже бесплатный доступ для тех, кто просто зарегистрировался по серии, чтобы вы удостоверились, да, что действительно клуб не хочет от вас каких-то денег сразу забрать, потому что думают многие, что может быть, да, вот деньги мои кричат от меня, да, вот я, вот что-то мне тут предлагают непонятно, что. На самом деле нет, вам предлагают намного больше, чем вы можете предложить клуб, понимаете, вот вы только ваши уста, так сказать, которые будут говорить, предлагаете, все остальное дает вам клуб, поэтому регистрируйтесь, попадайте, видите то, что видите, убеждайтесь, что действительно круизов есть много, пока они есть и будут, и уже до конца 2022 года они прописаны в нашем клубе, дальше вы видите эти курсы, вы можете даже их пройти, посмотреть эти видео, даже обучиться уже, понимаете, как вести вообще бизнес тут, что на все вопросы получить ответы, и только потом можете решить, оплачивать вход тут или не оплачивать, а кто уже все готов, можете без этого сразу оплатить вход, какой у нас вход, значит, есть два вида там оплаты, и членство, и партнерство, членство стоит 100 долларов, партнерство стоит 195 долларов, один раз в год, партнерство, да, это как франшиза, это то, что вы платите за возможность иметь этот бизнес, и зарабатывать деньги, и приглашать людей, все, вместе это стоит, если вы и то, и то оплачиваете, рекомендую на этот вариант, 295 долларов, все, оплатили 295 долларов, и вы полноценный, такой же, как и вы, независимый партнер клуба, имеете право зарабатывать деньги, имеете право приглашать людей, имеете право получать круизный доллар, плюс вам сразу положат на ваш кошелек 200 круизных долларов, это конкретно на ваш будущий круиз, вот такая у нас задача, а дальше вам начинает присылать рассылку компания на email, где будут данные вашего спонсора, кто вас пригласил, даже если Катя не выйдет на связь, или вас не будет, да, материал, что дальше, шаги, первые шаги, путь к успеху, что вам нужно делать начинающим, и в любом случае, или вас находит спонсор, то есть человек, по ссылке, с которым вы зарегистрировались, или он вас сам находит, или вы его находите по тем данным, которые вам пришлют, или он вас находит, потому что он тоже вас увидит сразу на email сообщение, приходит, что у него зарегистрировался новый человек, его поздравляет, вот, и тогда этот спонсор добавляет вас в наши командные чаты групповые, у нас есть чатов очень много в телеграме, в мессенджерах, в ватсапе, в вайбере, да, где как удобно людей своих собирать, свои команды работать, и каждый лидер имеет свои отдельные чаты, есть еще от высшестоящих спонсоров чаты, где более уже там другая информация может подается общая, есть мой личный чат, телеграм, от Ирины Оргонец, где я подаю свой материал и общий материал от команды, и мы вас уже ведем, есть там подается информация также от компании, все, что проводится в нашей компании, свои тренинги проводит каждый еженедельный, сам президент даже проводит свои тренинги каждую неделю для новичков и для топ-лидеров, и процесс пошел, а дальше уже задача вас, за вас. И самое главное, что этот процесс не ограничен абсолютно ничем, главное, чтобы он не был ограничен рамками в вашей голове, но даже если есть рамки, то благодаря окружению такому, в которое вы попадаете, благодаря информации, благодаря этому потоку позитивному, в любом случае это все меняется, и горизонты наших возможностей, достижений, и раскрытия потенциала, и реализации ваших мечт, они просто, ну, на самом деле не ограничены ничем. И, в общем-то, что мы хотим сказать? Спасибо вам, Ирина, потому что, ну, это на самом деле непростой человек. Мы сейчас вышли в эфир, кажется, вот так вот сидим, просто общаемся, но это все непросто, и когда вы больше чуть-чуть начнете обникать в нашу идею, вы поймете, что это за человек и из каких уст вы получили первую информацию. Благодарим вас, Ирина, очень сильно. Вот, будем завершать эфир и ждем вас к нам, приглашаем. Да, я тоже вас благодарю, дорогие наши слушатели, зрители, и благословляю вас пройти этот торжественный путь и прийти к звездному вашему пику, чтобы я вместе с топ-лидером у них в какой-то день, вместе с Катей, вручала вот вам такие вымпелы, и вы мне напомните, Ирина, я слышал тот ваш эфир, и поэтому я пришел к Убинг-Рузес, и мы вам напомним, да, хорошо, это будет как наша печать такая. Вот, и все, ваш мир поменяется, и вы будете кричать потом на сценах тут, где-то еще, где мы будем собираться, как наши партнеры сейчас кричать, спасибо за то, чтобы поменять мне мою жизнь, или за то, чтобы вы могли поменять мою жизнь каким-то образом, в ближшую сторону, да, потому что многие из наших партнеров уже даже купили недвижимость, себе квартиры, там, дома, машины в своих странах, даже в других странах, в другую, да, и, кстати, тут мы сейчас находимся, и организатором этого мероприятия, одним из главных организаторов, он был Роман Дрыко, он сам из Украины, он из Донбасса и Донецка, он жил, ну, в то время, когда война была, в Украине, он делал этот бизнес под кулями, друзья, вообще, он с ним по телефону разговаривает, тоже начинал без денег практически, абсолютно не имея денег, начинал импрузис вместе там со своими спонсорами, тоже, в том же плачевном состоянии, который сейчас у нас первые борды в Украине, получающие свыше 100-10 долларов в месяц, даже не могу говорить, да, ну, вообще-то не рекомендуется, но это правда, уже сказали, и вот он себе купил уже, уже второй год он живет в Турции, в Англане, да, купил себе квартиру шикарную, 200 квадратных метров, вот, не от компании «Нтрус», а заработанные деньги от компании «Нтрус». после этого он уже, конечно, нас собирал еще больше, думаю, и одну квартиру еще купил, и сейчас он шикарно тут живет, возле моря прямо, наслаждается, и климатом прекрасный, и фруктовый, как он говорит, и не стреляет ему, а то в форточке где-то сидел, там по телефону со мной когда-то общался, и свистят, говорит, пули сюда-туда, да, вот, когда он жил в Донецке еще, и поэтому это было печально. И вот он ухватился за «Нтрус», за эту идею, как за единственную возможность, имея только интернет, и пули над головой, да, в Украине война как нашла, и человек через интернет начал рассказывать возможности, создал команду, ну, естественно, что выходя из комфорта каждый день, потому что когда летят пули, рассказывать о красивых, шикарных лайнерах, ну, как вы себе представляете, я думаю, нам с вами намного легче это сделать, вот, и все-таки он создал команду, и благодаря нашим доходам, которые платит клуб, он заработал хорошие деньги и купил недвижимость здесь, в Турции, как уже Ирина сказала, перевел свою семью, и был одним из главных организаторов этого праздника, то есть и нас сюда всех позвал, пригласил, и мы вот приселились несколько дней. Вот так мы по цепочке помогаем нашим украинцам, друг другу, понимаете? Вот, то есть мы делаем великие дела на самом деле, и не просто вам рассказываем о чем-то, мы показываем такую возможность, которую через Америку, через Американский клуб, почему я очень благодарна им, потому что, Антон, почему я предпочитала работать с американцами, потому что они дают такие возможности. Ну, а Майкл, если уже говорить об американцах, Майкл это отдельный эфир, что это за личность, что это за величина. Мы не успеем сейчас, о нем уже не будем, я просто добавлю уже к Роману. Какие люди поздравляли. Сейчас эту историю, да, о Романе, дорогие, это не нашим украинцам. Я добавлю еще историю, небольшую историю о его спонсоре Юни Мазницы, которая в деревне жила, тоже в Украине, живет как-то до сих пор на то время, и была в долгах, как она рассказывает, у нее был там долг 60 тысяч долларов, потому что она там кредитом набрала, и знала, как выпутаться из этого. Не просто тяжело жить, а еще и долг, сумасшедший. Да, слава Богу, что ее муж хорошо зарабатывал, как бы собирал, но она в печали сидела, сама учитель, в тоске, потому что как-то попала в такой ситуации, у нас же этой сложности экономические в Украине, стабильности нет, люди с одного, так сказать, края в другую, края в другую, да, резко попадают. Я знаю, потому что когда-то у меня была подобная такая-то ситуация, которая до отчаяния доводит часто, но вот такие ситуации, они как раз даются, наверное, людям, чтобы испытать их на прочность и на их силу духа. То есть у меня, например, тоже было очень много сложностей в жизни, очень много, и экономических, и других, которые меня в тупик какой-то заводили, и мне было или страшно, или я уже житель, я еще что-то, да, я думаю, уже так выпутаться с этой ситуацией. Но это к тому, чтобы просто вы не думали, что всегда так было ярко, звездно, и шикарно, и весь мир аплодировал. Конечно, как ты проходил свои трудности и вышел из своей ямы. Как ты на это смотришь? И вот те люди, которые сильны духом, или у них амбиции, или у них, вот они берут это как за основу, вот этот голод к чему-то, да, чего им не хватает, или что их до этого тупика довело, и они отталкиваются от этого дна, да, чтобы добраться до света, и хватается за эти возможности любой ценой, ну, не любой ценой, но свои способности. Ветер – это тот, что отталкивается от дна и идет вверх. Да, обязательно. И делают постоянно какие-то действия вперед, вперед, обязательно дойти до своей цели. Вот тогда эта цель добивается просто с восторгом уже. Вот, и то же случилось вот с Юлей, когда вот потом она сидела в отчаянии, и Роман уже зашел в ингрузис, и уже начал там разбираться, и они потихонечку как-то двигаться с нами вместе. Он уже поверил, он уже увидел, что у нас уже действительно мы уже в круизе были, у него какая-то уже надежда, и он решил, уцепиться у него не было лучшей возможности, чтобы из этой войны вырваться, чтобы из тех условий он хотел, как-то, да. А дальше он не понимал, что это самая лучшая возможность, наверное. Нет, у него был опыт в сетевом бизнесе, почему он как бы, да, может быть, и совсем не был опыт, а может быть, он в то время пришел бы мимо, не обратил внимания, но учитывая то, что был опыт, он мог разобраться, по крайней мере, что это стоящее предложение. И потом он позвонил Юле, а с Юлей они где-то работали в другой компанией раньше, и говорит, Юля, я начала ей показывать ролики и круизы, да, видеоролики такие красивые. Юля понятия не имела тогда, что это такое, она никогда в жизни не была в никаком круизе, кажется, даже на море не была толком, была в долгах 60 тысяч долларов. Говорит, что ты мне роман показываешь, да, на ночь глядя. Я тут сижу вся в слезах, значит, в долгах, как мышь. Говорит, а ты мне какие-то круизы... Это Юля говорила, где круизы, а где я? Где круизы, а где я? Какие круизы? Мама, какие круизы? Где круизы, а где я? Что ты мне рассказываешь? Может, и вы сейчас так думаете? Да, вот мы к чему ведем, к тем людям, которые, как бы, может, сейчас вам страшно об этом. Слушайте, вы думаете, что мы в сказке, не в сказке. Так вот, а Роман настоял и говорит, нет, ты посмотри еще это видео, посмотри еще это видео. А Юля у нас такая романтичная, душа эмоциональная, вот ей все красиво нравится. Она начала смотреть, и чем больше она начала смотреть, тем больше она начинала понимать, что она уже не может это просто так, ну, не смотреть, да, она ее зацепила. Вот, и она с тоской смотрела и думает, ну, да, мне нравится, я бы хотела. Ну, у меня же денег нет, как это? Ну, вот. Ну, нашла и деньги, понимаете, потому что она поняла, что здесь вот уцепилась такая возможность. И прошло несколько лет, сейчас Юля, так же, как и Роман, они уже зарабатывают свыше... Тут я здесь не вижу, не могу. Тихо говорю. Ну, да, нельзя говорить, но мы уже сказали не раз. Ну, кто услышал, тот услышал. Ну, выступлений очень много наших лидеров, так что мы подтверждающие факты вам говорим, друзья. И на этом будем, наверное, завершать. Мы будем наносить в эфире. Я еще жду, кто-то у меня такие партнеры, другие интервью. Ну, и фейсбук скоро буду я пылять, просто еще не скрипал. А у нас сегодня самолет. Да. Сейчас нас ждет Украина, потом еще другие страны и другие, и другие. Кстати, раз в год мы вылетаем в Америку на мероприятие международного масштаба, где собираются успешные люди, которые достигли уже определенных высот с разных стран мира и проходят обучение. И это уже как бы тренинги не только для Incruzis, а вообще для всех лидеров в финансовой сфере, в сфере успеха, кто себя уже как-то поставил и зарекомендовал. И Incruzis там всегда является почетным гостем. Вот, в лице Ирины и остальных желающих нашего клуба. В прошлом году присещал наших партнеров было. Это в Нас-Вегасе. Вот. Поэтому сегодня мы летим в Украину. Ирина через два дня. Нет, через четыре. Через четыре дня возвращается домой. И дальше нас ждут еще разные и разные страны. И мы ждем вас, а вы присоединяйтесь к нам для того, чтобы мы были на связи и могли помочь друг другу качественно. Хорошо, друзья. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. Ирина Родина, Катя Андреева. Ирина Родина, Катя Андреева. Пока-пока. Пока-пока.